Modern Warfare 2, Dragon Age, Splinter Cell Conviction, Черная Молния, а также почему порно лучше видеоигр и кому опять помешали русские. Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите. Новый мировой рекорд установил 19-летний американец Дэвид Шерер, просидев за игрой GTA 4 40 часов 21 минуту. Причем за все это время он только три раза отлучался в туалет, представляете? Надеюсь, вы сделали все свои дела и ближайшие 23 минуты просидите перед телевизором. Меня зовут Макс Васильев, это Виртуалити, и мы начинаем. Любите ролевые игры? Любите, да? Нет-нет, не такие. Компьютерные ролевые игры вроде прошлогоднего хита Dragon Age Origins. Любите, да? Ну, тогда вам повезло. Недавно вышло дополнение для этой игры под странным названием Return to Astagart. Возвращение в этот самый Astagart подарит вам несколько часов блужданий по полям забытых сражений в поисках тайн короля Кайлана, а также его оружия и доспехов. В общем, мародеры и любители археологии оценят. Всем остальным стоит дождаться марта, когда появится Awakening. Еще одно дополнение, в котором обещают ходячих трупов, всякие сатанинские штучки и прочую садами. Ждем с вами. И снова Вторая мировая война. Мы оказываемся в подвешенном состоянии. Ну, то есть, пилотируем боевой истребитель. Ну, или бомбардировщик, или штурмовик. В общем, управляем одним из самых современных, ну, на тот момент времени, самолетов и выполняем различные боевые задачи. Сражаемся с немецкими асами, сопровождаем корабль с грузом или спасаем из плена раненого товарища. Ну, а если вы боитесь, что в крылатых хищниках сложное управление, и даже завести мотор и убрать шасси окажется проблемой, то можете расслабиться. Это перенесенная на компьютеры одноименная приставочная леталка. А там управление изначально было заточено под джойстик или геймпад. Так что с самолетом совладает даже нетрезвый фрезеровщик. Хотя пьяным за штурвал лучше, конечно, не садиться. Штормите. Молодая, незамужная красотка Мокси познакомится с симпатичным, сильным и обеспеченным странником с серьезными намерениями. Если ты чувствуешь в себе силы и уверенность, приходи на боевые арены Мокси и докажи, что ты достойен ее внимания. Одолей прочих соискателей и поведи огромных боссов, и тогда, возможно, ты станешь четвертым мужем Мокси. Именно такое объявление можно встретить в недавно вышедшем дополнении к прошлогоднему шутеру Borderlands с подзаголовком Мэд Мокси с Эндедом Рая. Помимо арены боссов, геймеры ждут новые враги. Это, конечно, не те симпатичные зомбаки и прочие хэллоуиновские твари, что были в предыдущем дополнении про доктора Неда, но тоже ничего. Мокси, мы идем к тебе! В начале года толковых шутеров пока вышло немного. Интеллект сколько? Ни одного. Спасибо. Но вы, любители пострелять и побегать, не отчаивайтесь, буквально на днях начнется бета-тест одного замечательного шутера Battlefield Bad Company 2, о котором мы вам с удовольствием расскажем. Modern Warfare 2, Rogue Warrior, Conflict The Night Ops, Singularity. Как вы думаете, что объединяет все эти игры? То, что все они шутеры от первого лица? Не. Ну, это тоже, конечно. Но главное, что в каждой игре сражаются плохие русские и хорошие американцы. Занять позицией и ждать. Это все, что мы делаем. Я же должен убивать, а не сторожить. К сожалению, Battlefield Bad Company 2 не стал исключением. Тут будут и вылазки америкосов в Абхазию, и сражения с российскими солдатами, захватившими нефтепромыслы на Аляске, как будто нам своих не хватает, и избитые нашими войсками американские вертолеты, и даже сражения на отечественной подводной лодке. Но об этом... Разработчики предпочитают держать детали сюжета в строжайшем секрете. Я пока не могу рассказывать подробности сюжета, то меня подвесят за одно место. Но это будет продолжение приключений четырех безбашенных типов из первой части, забивших на воинский долг и честь страны ради наживы. Такие вот будут беспринципные парни. Да, разработчики упрямо скрывают сюжет своего проекта, но это ладно. Тем более, что компьютерным игрокам серия Battlefield знакома как раз по сетевым баталиям. А вот с мультиплеером как раз полный порядок. Сражение команда на команду и уничтожение ящиков с золотом — это основной режим игры. Воюют, естественно, русские и американские солдафоны. Также будет режим захвата контрольных точек. А чтобы игроки не потерялись на огромных картах, им на помощь придет военная техника, которой насчитывается 15 различных типов. От лодок, джипов и квадроциклов до танков и вертолетов. Естественно, на них можно будет не только гонять, но и стрелять из бортовых орудий. Ну и, конечно, личного оружия у бойцов тоже прибавится. На полученные в игре очки вы сможете прокачивать свои любимые стволы, покупать новые пушки, гаджеты, убойные гранаты. А медик традиционно сможет фигачить противников дефибриллятором. В общем, все хорошо в новом Буттлфилде, кроме того, что там опять появятся плохие русские. Черт! Хотя, конечно, мы всегда можем принять их в сторону и доказать всем остальным, что плохим быть хорошо. Вы заметили, что в последнее время появилось очень много игр, где геймеру совсем не надо думать. Просто бежишь, рубишь и расстреливаешь все подряд. Их называют слэшерами. И сейчас они переживают очередную волну популярности. На пятерку самых беспощадных можно посмотреть прямо сейчас. Открывает пятерку самых беспощадных слэшеров Ниндзи Блэйд. Не то чтобы это было уж очень крутое рубило, так и обычная история брау-ниндзи, сражающегося с ужасными врагами в переполненном Токио. Токио, кстати, населяют не обычные японцы, а всевозможные твари. Среди них особо стоит отметить гигантского краба, чумную улитку, инфицированный вертолет и поезд с паразитами. Да че там, любой бы на месте этого Ниндзи покарамцал этих выродков на праздничное оливье. К тому же Ниндзи Блэйд вышел на компе, что в последнее время большая редкость. Одно только это дает отважному потрошителю улиток пятое место. На четвертой позиции свеженькая мочилова на тему конца света Дарксайдерс. Главный герой, всадник апокалипсиса по имени Война, пробирается по городам и весям разрушенного ангелами и демонами человеческого мегаполиса. Попутно кромцает мечом ярости толпы превратившихся в зомби-людей, сражается с демоническими боссами и скачет на хромой кобыле по кличке Разруха. Вы знаете, если конец света именно таков, каким его показывают в Дарксайдерс, то по спецэффектам фильм 2012 обошел его раз в 15. Но, тем не менее, слэшер бодренький. Четвертое ему место. Третьим из списка самых беспощадных слэшеров нашего времени стала адская кромсалова Данте с Инферно. Это игрулина о приключениях в самом настоящем аду, самого настоящего крестоносца Данте. При жизни он взоробил столько невинных душ, что в преисподнюю для него уже запасли красный уголок. Однако, подишь, да? Вместо него туда попала возлюбленная этого рубаке. Ну и Данте ломанулся за ней, гоня чертей. Столько нечисти, сколько он и скромсал там своей острой косой, не было ни в одном ужастике. Ну, они право слово того заслужили. Уродцы редкостные. Только блендеру таких на растерзание отдавать. И третье место. На втором месте сразу две части кровавейшей игры God of War, совсем недавно переизданные с подзаголовком Collection. Истребитель богов Кратос до сих пор бодр, весел и готов к отрыванию голов и вспарыванию животов всех, кто бросил на него недобрый взгляд. Хорошо, что мы не в Древней Греции живем. Кстати, в том же издании завалялась демка грядущего God of War 3, в котором кровища стало еще больше. Также мы любим Кратоса за то, что он любит женщин и этого не стесняется. А потом снова рубит всех подряд и снова любит женщин. Приключение неугомонного древнего греха стало сегодня вторым. Ну и возглавляет нашу пятерку беспощадных слэшеров великолепная Байонета. Это игра о развязанной сексуальной ведьмочке, любящей обтягивающей наряды. Она, не стесняясь принимать самые соблазнительные позы, скверно словит, публично оголяется и кляртует с парнями. При этом постоянно рубит, рвет, мечет и расстреливает на мелкие куски самых настоящих ангелов. Да так, что только пух и перелетят. А что она делает с гигантскими боссами, это просто труба. Ведь из ее волос вылезает огромный черный монстр. А сама она в совершенстве владеет четырьмя пистолетами, мечами, топорами и кнутами. Да-да, кнутами. Это для вас, любителей, погорячее. А как она танцует? Как она танцует? Первое место. Далее в виртуалити. Modern Warfare 2, Splinter Cell Conviction, World of Warcraft, Черная молния. А также, за что депутаты не любят видеоигры. И за что пострадали 256 геймеров. Это в виртуалити, мы снова с вами. Американские порно-актеры считают, что жестокие видеоигры хуже, чем порно. Они на полном серьезе заявляют, что если ваш ребенок посмотрит фильм со стонущими тетеньками, это не так страшно, как если бы он, скажем, сыграл в игру God of War. По мне так это бред. Ни одна игра не сможет так шокировать ребенка, как то, что эти ребята вытворяют друг с другом на съемочной площадке. Если вы считаете так же, то подборка жестоких и не очень игр в новостях будет вам полезна. У Сэма Фишера выдался плохой день. Сначала какие-то негодяи убили его дочь. Потом пытались убить его самого. Потом еще оказалось, что в туалете, куда он решил зайти передохнуть, заняты все кабинки. Ну что, прикажьте делать? Конечно, мстить. Мочить всех подряд, крушить их головами сантехнику, расстреливать гадов, подрывать гранатами и протыкать ножами. А потом пинать. Все это мы сможем проделать с выходом экшена Splinter Cell Conviction. Кстати, там же обещают неплохой кооперативный режим. Обидно лишь, что главными врагами, ну, снова будут русские. Как будто там, мне не знали, какие-то там мексиканцы, плохих швейцанцев, пупуановых гвинейцев, что ли. Ну, да ладно. Зато Сэм Фишер сыграет нам на пианино. Не верите? Ну, тогда мы идем к вам. Стратегии про Второй мировой уже успели надоесть и подзабыться. РУС совсем не такая игра. Несмотря на избитую тему и слабенький сюжет, она вас зацепит. Почему? Да потому что здесь вы сможете проявить свои командирские таланты в полной мере. Ведь тут нужно обмануть противника любым способом. Скрывайте свои войска, чтобы в разгар сражения неожиданно вывести их на поле боя. Используйте камуфляж и режим радиомолчания. Чтобы подобраться к врагу вплотную. Запугайте его несуществующим отрядом. Помните, победит не тот, у кого сил больше, а тот, кто блефует убедительнее. Также игра поддерживает сенсорные дисплеи. Так что вам в прямом смысле придется руководить своими подчиненными. Ждите весной. И так до конца заезда остается совсем немного времени. Участники пошли на последний круг. И тут номер два неожиданно выбывает из борьбы, врезавшись в упавший дом. Участник номер семь взрывается вместе с бензоколонкой. Идущий третий пилот в то время столкнулся с упавшей металлической палкой. И тут сразу двух гонщиков-дедочек следом подрезает свалившийся с неба самолет, а на первого участника обрушивается телебашня. Интересно, доберется ли до финиша хоть кто-нибудь в выходящей весной гоночной игре в сплит-секонд. А вот и он, победитель нашего соревнования. Он подъезжает к финишу последние метры. Вот его расплющивает нефтяной танкер. Какая невероятная гонка. Кстати, о гонках. Наши разработчики выпустили игру по мотивам фильма «Черная молния». Это не гоночная аркада и даже не симулятор, а галимый, гламурный квест. Вот, полюбуйтесь на скриншоты. Как вам, супергерой в розовой шубе или копание в женском гардеробе? В общем, у этой игры нет никаких шансов стать первым удачным проектом по мотивам отечественного фильма. Ну и не очень-то хотелось. Зато следующую игру гламурной не назовешь. Она для настоящих виртуальных бойцов. Ставьте этот бункер! Сколько человек, по-вашему, должны сойти с Десс-матча на одной карте, чтобы сражение было по-настоящему ожесточенным? 2, 4, 8, 32? Нет. Возьмите двойку, возведите ее в восьмую степень и получите МЭГ. Новое слово в многопользовательских шутерах. МЭГ МЭГ — это настоящая сетевая война под номером 256. Именно эта куча народу схлестнется на одной карте за свои фракции. Именно столько солдат одновременно стремятся в бой по приказу командира. Но, как учил Суворов, брать нужно не числом, а умений. Так что, оказавшись впервые на огромной территории МЭГ, не геройствуйте, а проявите смекалку. Для начала выберите фракцию, под знаменами которой вы будете мешками проливать свою чужую кровь. Всего фракции три. Европейские наемники, именующие себя Рэйвен, англо-американские вояки Вейлор и российские боевики из организации «Звер». Думаем, ваш выбор очевиден. Звери! Итак, вы становитесь бойцом отделения из восьми игроков. Четыре отделения составляют взвод. Если вы будете умело прижучивать противников, то станете командиром подразделения. А если еще и своих бойцов заставите сражаться, как 300 спартанцев, то, может быть, станете и командиром взвода. В общем, пока вы зеленый боец, копите очки опыта, прокачивайтесь, подбирайте себе оружие по душе из неплохого арсенала. А может быть, в вас дремлет механик-водитель танка или стрелок основного орудия бронетранспортера? В мэг эти специальности очень востребованы. В игре вы можете воевать пешком или на транспорте. Есть и бронетранспортера. Также можно забраться в вертолет и устроить неприятелям кровавую баню в стиле апокалипсиса сегодня Брэнсиса Коппола. Еще есть возможность вызвать авиаудар по позициям противника. Но тут важно не попасть по своим, а то товарищи будут недовольны и открутят вам башку во время следующего привора. Ну а пока голова еще у вас на плечах, посмотрите на местные красоты. Военные базы на Гавайских островах, заснеженная Аляска, Ближний Восток, Центральная Европа, где вы только не побываете, шагая с винтовки в руки. Но особенно любоваться красотами некогда. Понаделают в вашей голове лишних отверстий и будет там сквозня гулять мозг продует. Ну а мозг это главное оружие солдата. Наравне, конечно, с хорошей пушкой и крепким бронежилетом. Когда впервые попадаешь в игру, выбор оружия довольно скудный. Это готовые варианты стволов вроде калаша, винтовки М-16, гранатомета или пистолетов. Но как только вы нарубите деньжат и наберете опыта, вам станет доступен оружейный тюнинг. Собрать собственную убойную пушку это ведь мечта каждого игрока. Кстати, самого вояку тоже можно тюнинговать. Присутствует редактор персонажа. Это, конечно, не Симстри, но ведь мы с вами не в куклы играемся. Это война солдат. А на войне лучше быть лысым и мускулистым мордоворотом, а не волосатым секси-май. Далее в виртуалити. За что депутаты не любят видеоигры и какие звезды отпраздновали день рождения игры. Это в виртуалити. Мы продолжаем водить вас за нос по компьютерным мирам. Поклонники Modern Warfare 2. Скоро вы получите два дополнительных эпизода. Правда, пока исключительно для консоли Xbox. Поговаривают, что затем они выйдут и на остальных платформах. Но это пока на уровне слухов. Однако уже сам этот факт наводит на нехорошие мысли. Вот вам, кстати, еще несколько тем для размышления. Пока в мультиплеере модом Warfare 2 идут ожесточенные бои, не менее жаркие баталии проходят в Госдуме, где депутату ЛДПР Валерий Селезнев предложил запретить в России компьютерную игру Call of Duty, приравняв ее к материалам, разжигающим межнациональную роль. Достаточно того, что игра содержит множественные детализированные сцены насилия, а в одном из уровней игроку предлагает убивать пассажиров аэропорта и сотрудников ФСБ, кричал возмущенный депутат. Непонятно только, откуда он взял этот самый уровень в аэропорту, если по всем российском издании игры он был безжалостно вырезан цензурой. Неужели он скачал пиратскую версию? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ура, товарищи! Наши футболисты таки попадут на мировой чемпионат. И не только как зрители. Японцы из компании Konami договорились с игроками футбольного клуба Спартак и теперь будут пихать их во все свои футбольные игры, у их пока всего одна, именуемая Pro Evolution Soccer. Именно в ней Спартащи поучаствуют в мировом чемпионате. Может быть, именно это первый шаг к тому, чтобы макнуть в навоз всех недоброжелателей российского футбола. Только тихо, пока они об этом еще не знают. Режиссер трилогии про Человека-паука Сэн Рэйми вплотную занялся фильмом по мотивам Горда Паркера. Скорее всего, кино будет называться «Варкрафт. Восстание короля Лича» и будет основываться на истории принца Артеса, который, как мы помним, завладел ледяным мечом Фростмором, и тот, в свою очередь, завладел его душой. В общем, сюжет обещает быть интересным, тем более, что над ним трудится автор сценария фильмов «Спасти рядового Райана» и «Патриот». Главное, чтобы они не забыли добавить туда побольше полуговых эльфиек и эпических сражений. А появится этот фильм уже в следующем году. Ждем. Думаете, новогодние каникулы закончились, и ваш измученный отдыхом организм сможет, наконец, вдохнуть спокойно? Как бы не так. На носу один из самых главных поводов открыть ящик шампанского. И это не день студента, это день рождения. Почти 10 лет назад, в феврале 2000-го, появилась одна из самых популярных и любимых игр всех времен и народов. Мы говорим о симуляторе виртуальных человечков «Симс». Управлять жизнью маленьких чудиков, симов, которые практически не отличаются от нас с вами, эта заманчивая возможность вскружила голову многим геймерам, а особенно геймершам. Я так понимаю, что в основном, на самом деле, «Симс» абсолютно такая девчачья игра. Вот, в основном. Причем рассказали мне про нее тоже девчонки, и много у меня знакомых. И они тоже, прежде всего, девчонки. Благодаря бешеной популярности со стороны прекрасного пола, «Симс» разошлись по миру 16-миллионным тиражом и попали в книгу рекордов Гиннесса. А если посчитать все выпущенные дополнения, то тираж игры превысил 110 миллионов копий для всех платформ и попал в книгу рекордов Гиннесса. Вторая и третья части «Симс» стали настоящими хитами и получили множество отличных оценок от критиков. А в Голливуде уже приступать к съемкам фильма о жизни Сима. Но авторы серии «Симс» и не думают останавливаться на достигнутом. В конце ноября мы выпустили дополнение «Мир приключений» про всякие путешествия по интересным местам. А в ближайшее время выпустим еще несколько расширений для «Симс 3». Их, кстати, можно будет скачать по сети. Но что там будет, я пока сказать не могу, но наверняка что-то веселенькое. Действительно, наблюдать и управлять этими маленькими человечками настолько весело, что не только простые геймеры и геймерши, но и многие звезды эстрады и кино признаются в своих симпатиях к этой игре. Очень нравится создавать людей, создавать можно саму себя, свою семью, друзей, за друзей играть, поженить их потом между собой, и потом говорить, там, пять, знаешь, тебя на Машу поженила, а Маша едет на Пете. Кого-то «Симс» привлекает созданием собственного персонажа и обустройством жилища. Кто-то любит наблюдать за тем, как эти человечки беседуют, ругаются, дерутся, любят друг друга, принимают душ и даже ходят в туалет. Ну, а некоторым нравится всячески измываться над бедными виртуальными людишками. Очень нравится, конечно, совершать гадости в адрес персонажей, вот этих вот маленьких человечков. Очень радовался, когда заболел у меня один человек гриппом. Точнее, сначала я очень расстроился, конечно же, но потом я немного растерялся, потому что я не знал, как его вылечить, и со временем стали заболевать все остальные персонажи. Потом я понял, что надо махнуть рукой и приглашать как можно больше гостей. В результате я заразил-то весь город гриппом. А говорят Симы на собственном, специально придуманном для них языке Симлиша. Это такая забавная тарабарщина, напоминающая украинский, французский и чешский. Звучит очень глупо и очень смешно. Ой, ну вообще язык Симлиш, мне кажется, лет через пять он станет уже таким международным вместо какого-то английского, потому что Симс играет очень много народу. Я сама просто сумасшедший фанат игры Симс. И сама периодически, год назад, я, мне кажется, уже начала бы разговаривать на этом языке. Особенно веселые у них песни есть, вот еще это прекрасно. Кстати, многие знаменитые музыканты, например, Кэти Перри и Лили Аллен, записали Симлиш версии собственных хитов. Не отстают от них и отечественные исполнители. Мне бы хотелось, чтобы мы записали бы еще несколько треков для Симс. Прям, может быть, целый альбом даже на Сим лишь записать, чтобы это там играло. Я бы, соответственно, тогда вообще бы меня не отвлекалось от игры. Ну что ж, Сима, ваши поздравительные песни уже прозвучали. С днем рождения! У вас, как говорится, торт и бухло. Ну а на сегодня это все новости. В следующей программе вас ждет радиоактивное золото, олимпийское золото и черное золото. С вами был Макс Васильев. Стэндбайк.